Здравствуйте! В эфире «Итоги недели». Меня зовут Владимир Антошкин. В рамках итогов недели вспоминаем наиболее заметные события минувших 7 дней. Коротко о сюжетах нынешнего выпуска. Умертавские управленцы сделали большой шаг по направлению к территории успеха. В Сколково они освоили первый учебный модуль. Долги межшкольного комбината и управляющих компаний, работа многофункционального центра и предстоящие выборы в совет. Народные избранники собрались на очередную сессию городского совета. Первая смена миновала. Готовы ли детские лагеря ко второй? В мэрии обсудили детский отдых. На минувшей неделе глава администрации Кумертау Борис Беляев дал интервью федеральному телеканалу РБК. Говорили о текущем положении дел в городском округе в общем и статусе территории, опережающего социально-экономического развития в частности. Российские власти расширяют поддержку моногородов. Теперь субсидии охватят не только самые депрессивные, но и все населенные пункты такого формата. По стране их более 300. Шесть из них находятся в Башкирии. Кумертау первым в регионе начал сотрудничать с фондом развития моногородов. Какие перемены ждут город, мы узнаем, поговорив с его главой Борисом Беляевым. Он с нами на прямой связи из студии РБК в Уфе. Борис Владимирович, здравствуйте. Какие инвестиции планировали в развитие города? Сегодня на самом деле город Кумертау является одним из первых, который сотрудничает с фондом развития моногородов. В городе Кумертау реализуется якорный инвестиционный проект, это строительство массовоэкционного завода. Порядка 6 миллиардов рублей инвесторы вкладывают в его строительство. И будет создано 627 новых рабочих мест. Это благодаря тому, что фонд развития моногородов оказал поддержку, в том числе на строительство внешней инфраструктуры для этого завода. Более того, мы сегодня работаем над тем, чтобы развивать все сферы экономики, и в социальной сфере работать, и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И вот отсюда мы формируем все проекты. Ну а насколько иностранным инвесторам интересны проекты в Кумертау? Да, на самом деле иностранным инвесторам наш город интересен. В части того, что мы находимся как южный ворот республики Башкортостан, и находимся рядом с границей Казахстана, границей с Оренбургской областью. Более того, через город Кумертау будет проходить скоростная трасса Запад-Китай. В Башкирии она называется Баллы-Кумертау. И мы на самом деле надеемся на то, что инвесторы будут заинтересованы в Кумертау. Сегодня в Кумертау немецкий инвестор вкладывает в производство завода по созданию цементопомольной станции. Это производство цемента, и мы уверены в том, что сегодня, более того, к нам приезжают инвесторы из Китая и из Индии, рассматривая нашу площадку, и наша территория им очень интересна. Ну смотрите, сейчас ситуация в экономике все-таки сложная. Будут ли создаваемые предприятия обеспечены заказами в этих условиях? Конечно же, мы работаем над этим. И исходя из того, как работают в других регионах, мы работаем над тем, чтобы создать в городе Кумертау индустриальные парки. Эту работу мы проводим с корпорацией родителей Республики Башкортостан. И эти индустриальные парки позволят продукции быть конкурентоспособны на рынке. Отсюда с ним снижается себестоимость продукции и снижаются затраты на производство продукции. Поэтому мы уверены в том, что продукция, которая произведена в городе Кумертау, она будет конкурентоспособной в части именно создания наших индустриальных парков в том числе. Кумертау считается одним из самых проблемных моногородов. Есть ли у него какие-то особенности, преимущества, которые позволят активнее диверсифицировать экономику? Мы как раз считаем, что мы моногород и самый депрессивный моногород находимся в красной зоне. И считаем, что это наше преимущество. Потому что мы сегодня работаем с фондом родителей моногородов. И стараемся пользоваться всеми его мерами поддержки. Сегодня наша команда управленческих кадров участвует в пилотном проекте по созданию управленческой команды пилотного проектного офиса фонда родителей моногородов. Более того, наша команда сегодня развивается в направлении перехода на рыночную экономику. Статус территории опережающего развития. Что дает городу с тех пор, как одобрили создание ТОРа? Активизировались ли переговоры с инвесторами? Да, сегодня наша территория подала заявку на создание территории опережающей социально-экономической развития Министерства экономики. Нашу заявку одобрили. И это дает огромные преференции нашим будущим инвесторам. В части обнуления налога на землю, обнуления налога на имущество. И сегодня мы порядка более 300 писем направили крупным инвесторам, которых заинтересовала наша территория. И уже порядка 18 проектов новых на сумму более 14 миллиардов рублей от инвесторов готовы. Это инвесторы, которые готовы прийти на территорию города Кумертау. Мы уверены, что при даче статуса ТОРа, городу Кумертау, наш город избавится от приставки МОНО и начнет развиваться уже более уверенно. Ну что ж, спасибо большое. На связи из студии РБК в Уфе был глава Кумертау. Этот город первым в Башкирии начал сотрудничать с Фондом развития МОНО городов. Сейчас к другим новостям. Кумертауские управленцы продолжают шагать в направлении территории, опережающей социально-экономическое развитие. А с ними и весь городской округ. Не так давно городская команда вернулась из подмосковного Сколково с новыми знаниями, которыми на минувшей неделе охотно поделились с прессой и предпринимателями. У наших предпринимателей скоро, буквально осень этого года, появится уникальная возможность стать президентом территории, опережающей социально-экономическое развитие. Статус которого город получит в октябре этого года. ТОСА дает президентам большие налоговые годы. Так налоговые имущества и земельные налоги полностью обнулялись. Отчисления от заросной платы снижаются более чем в четыре раза. Действуют понижающие коэффициенты налогов на прибыль и налогов на нарушу полезных ископаемых. Именно так накануне глава администрации Кумертау в очередной раз презентовал перспективу получения статуса территории, опережающего социально-экономическое развитие. Чтобы обрести этот статус, управленческой команде предстоит разработать и защитить комплексный план развития экономики городского округа. Команда уже освоила первый образовательный модуль в подмосковном Сколково. По этому поводу в пятницу, 1 июля, устроили небольшую пресс-конференцию с представителями Кумертауских средств массовой информации. Что интересного вы подчеркнули для себя, для всей команды и удалось ли пообщаться с представителями других городов? Какая обстановка у них и какая обстановка у нас на фоне других городов? Кумертау выглядит как среднестатистический классический модный город с одним градообразующим предприятием. И, в общем-то, нельзя сказать, что у нас здесь какое-то жутко депрессивное состояние. И на фоне других мы выглядим, ну, скажем так, хочется даже ничего. Ну, и основное, что я для себя подчеркнул, что, в общем-то, по большому счету, основной источник роста лежит в самих этих городах. Что за нас никто не решит наших проблем. Волшебник на голубом вертолете к нам не прилетит. Нам нужно, в первую очередь, развиваться внутри города. Журналистов также заинтересовал состав управленческой команды. Было озвучено, что план по развитию Кумертау составят замминистра экономического развития Башкортостана Татьяна. Штоль, глава администрации городского округа, представители КомАПП, строящегося маслозавода и бизнес-сообщества. Уже на начальном этапе обучения предполагается, что, несмотря на перспективу диверсификации экономики, градообразующему предприятию отвели особое место. Градообразующий предприятие может, обладает ресурсами большими, то есть это площадями, энергетическими ресурсами, которые на сегодняшний день свободны после долгих лет, так скажем, стагнации предприятия. В определенном ракурсе. На сегодняшний день предприятие развивается, довольно-таки быстрыми темпами пытается развиться. И обладает этим ресурсами. Мы готовы привлечь на свободные площадки предпринимателей, предпринимателей города, предпринимателей других регионов, которые могли бы совместно с предприятием или отдельно от предприятия, развивать определенные кластеры, технопарки, машиностроительные какие-то предприятия. Следующий этап обучения управленческой команды начнется 13 июля. Сейчас в перерыве им в том числе необходимо поделиться полученным знанием с предпринимательским сообществом Кумертау. Этим управленцы и занялись сразу после общения с прессой. Прозвучала краткая история появления моногородов как таковых и перспективы Кумертау в частности. Были выделены несколько направлений, которые, по мнению команды, необходимо развивать. Например, сырьевой сектор, сельскохозяйственный и сектор услуг. Конкретные же выводы будут сделаны в конце обучения. День ГИБДД День ГИБДД отмечается ежегодно 3 июля. Официально в этом году его справляют восьмой раз. В Кумертау накануне этого праздника дорожные полицейские поздравляли друг друга, вручали награды и вспоминали погибших товарищей. В отделении МВД России по городу Кумертау состоялось торжественное поздравление ветеранов и сотрудников ГАИ ГИБДД с профессиональным праздником – 80-й годовщиной со дня образования госавтоинспекции. Защищать жизнь и здоровье людей – благородное и ответственное призвание, требующее профессионализма, выдержки и самоотверженности, а зачастую личное множество. Поэтому хочу выразить признательность всем сотрудникам госавтоинспекции, которые, не считая с личным временем, не считая здоровья, а иногда и жизни, выполнять свои службы, а также сказать слова благодарности вашим семьям, родным и близким. На мероприятии прозвучали особые слова благодарности ветеранам службы за то, что они заложили славные традиции ответственного отношения к делу и продолжают передавать свой опыт молодым сотрудникам. За то, что чувство долга и справедливости для них не просто слова, а дело всей жизни. Несмотря на изменение названий, за значение ГИБДД все равно остается – это обеспечение безопасного движения. Сотрудники госавтоинспекции всегда были и будут на дорогах и обеспечат безопасность. В рамках мероприятия состоялось награждение нагрудными знаками 80 лет госавтоинспекции сотрудников разных чинов. Я хотел бы сказать, что вас всех нас здесь объединяет одно, что мы все работаем, и кто-то из вас уже работал в госавтоинспекции. Бывших, как у нас принято в милиции, в полиции, говорит, не бывает. Поэтому всех поздравляю от всей души, желаю крепкого здоровья, в свое счастье, удачи, успехов сотрудникам, набраться опыта. Еще раз праздник поздравляю. Финус Махиянов, занимавшись 1976 года по 1992-й пост начальника отделения ГАИ Кумертаусского ГОРОВД, а ныне подполковник милиции в отставке, напомнил всем историю ГАИ, рассказал обо всех тех, кто трудился в наших краях, первых служащих госавтоинспекции, а также обратился к вдовам сотрудников полиции, почти в память ушедших. Также присутствующих поздравил майор милиции в отставке Фаниль Салимов. Ну, с ГАИ у нас отделом всегда было братские отношения. Ну, сегодня начали торжество, я думаю, доказательство. Мы даже и в футбол играли вместе, проводили. Поэтому всегда у нас было дороги, мы не делили, ДТП тоже по возможности передавали. В течение многих десятилетий служба ГАИ выполняла важнейшие задачи по снижению аварийности на дорогах и сохранению жизни и здоровья людей. Награждены медалями ветеран госавтоинспекции 80 лет были служащие всех чинов, находящиеся ныне в отставке. Со словами признательности и благодарности за сохранение памяти об ушедших выступили вдовы сотрудников полиции. Особенно хочется мне выразить слова благодарности тем сотрудникам ГАИ, которые служили вместе с моим мужем Ильдаром. Вот, конечно, Афинус Рахимович, вам огромное спасибо. Проситража Крича, вам огромное спасибо. Геннадий Иванович, преклоняюсь перед вами, спасибо вам огромное. Ну и всем-всем-всем, всех трудно перечислить, но вот тех людей, которые знаю в лицо, вы мне очень близки и дороги. Я вас очень уважаю и даже люблю. В завершение мероприятия все присутствующие традиционно собрались для общей фотографии на фоне памятника. На минувшей неделе глава администрации Кумертау в Уфе сделал доклад о развитии бизнеса городского округа. Доклад прозвучал на собрании Ассоциации организаций предпринимательства Башкортостана. В своем выступлении кумертауский градоначальник рассказал о проблемах, возможностях, инструментах развития бизнеса. Сопровождал сети менеджера наш телеоператор. В столице Башкортостана прошло общее собрание членов Ассоциации организаций предпринимательства республики. В его работе принял участие глава администрации Кумертау Борис Беляев. Заседание открыл заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Дмитрий Шаронов. Он подчеркнул, что такие собрания необходимы, поскольку только сообща можно решить проблемы предпринимательского сообщества. Мы общаемся, обсуждаем с предпринимательствами, с руководителями ассоциаций, других общественных организаций. Вот масса вопросов. Но, честно говоря, все-таки главного оборудования не хватает. Мне кажется, что нужно просто нам собираться чаще, нам нужно обсуждать более важные вопросы, которые бы сдвигали вот с мёртвой точки, такие уже замшалевые старые вопросы, которые нам мешают просто развиваться. Обсуждать, мы давно планируем уже обсуждать и приглашать на обсуждение главной администрации, да, особенно там отличившихся районов. Кроме прочих, прозвучал доклад о рейтинге муниципальных образований в сфере предпринимательства. Были проанализированы основные показатели по итогам прошлого года. Не обделили вниманием и работу по реализации республиканской программы поддержки предпринимателей. Отдельно отмечалось, что Кумертау в этом году удалось привлечь рекордную сумму на поддержку предпринимателей. В республиканском рейтинге городской округ занимает лидирующие позиции по основным показателям. Мы из бюджета российского в текущем году трех средств, которые назначались для моногородов, забрали. Таким образом, с Кумертау вообще получился по объему средств на третье место вышло после Москвы и Санкт-Петербурга. На заседании с докладом о развитии малого и среднего бизнеса в условиях моногорода выступил глава администрации Кумертау Борис Беляев. Городоначальник поделился опытом, сообщил о проблемах и возможностях развития предпринимательства. У наших предпринимателей скоро, буквально осенью этого года, появится уникальная возможность стать президентом территории опережающего социально-экономического развития, статус которого город получит в октябре этого года. ТОСА дает президентам большие налоговые льготы. Так налоговые имущества и земельные налоги полностью обнуляются. Отчисление от заросной платы снижается более чем в четыре раза. Действуют понижающие коэффициенты по налогу на прибыль и налогу на нарушение политических компаний. Главе администрации Кумертау вручили почетную грамоту за формирование эффективной деловой среды и поддержку бизнеса. Завершилось собрание выборами нового состава совета и ревизионной комиссии Ассоциации организаций предпринимательства. Долги межшкольного комбината и управляющих компаний. Работа многофункционального центра и предстоящие выборы в Совет городского округа. Это только некоторые направления. Всего на 62-й сессии депутаты рассмотрели и приняли решение по 11 вопросам. Они предварительно обсуждались на депутатских комиссиях. Совет накануне резюмировал работу корпуса. Репортаж из Большого зала заседаний Кумертауской мэрии. Межшкольный комбинат общественного питания накопил долгов на сумму свыше 15 миллионов рублей. Чтобы исправить ситуацию, предлагается продать долю муниципальной собственности в обществе с ограниченной ответственностью ветеран. По мнению авторов инициативы, это поможет предприятию рассчитаться с долгами и в целом оздоровить финансовый климат. Кумертауские депутаты на заседании Совета городского округа такое предложение поддержали. Наибольший рост задолженности Кумы ДПР произошел в 2014 году из-за высокой численности работников. В 2014 году по сравнению с 2013 годом расходы предприятия выросли на 9 миллионов 129 тысяч рублей. Основной рост произошел в статье оплаты труда с сочислениями. Всего в повестке 62-го заседания Совета значилось 11 вопросов. Депутаты внесли в действующий устав городского округа 13 поправок, проголосовали за дополнение в прогнозном плане приватизации муниципального имущества и за изменения в бюджете. На минувшем заседании в рядах народных избранников царила единодушие, все решения принимались единогласно. Кроме прочего, депутаты заслушали доклад о деятельности филиала многофункционального центра за последние 4 года. Основной целью создания муниципального центра – повышение уровня и предпринимательности граждан в качестве представления государства в муниципальном уступе. Это заключается в соответствии с создания работодательных услуг и сокращение ожидания вычисленных в ряду на сцену. Следующее – снижение административных файл при получении государства в муниципальном уступе. Предприятие к АКУЦЕР исключение непосредственного обращения свидетеля в органы государства и муниципальной власти. Озвучили на сессии и вопрос о наличии задолженности по коммунальным платежам. В разрезе этой проблемы ранее было решено объединять управляющие компании для большей финансовой устойчивости. В микрорайоне Восточный уже ведет деятельность такая компания с одноименным названием. Начинает функционировать и еще одно подобное объединение под названием «Центр». В состав его учредителей на минувшем заседании решено ввести муниципальное предприятие «Транспортная база». Обеспечить качественное содержание на квартирных домах можно только применяя эффект масштаба. Необходимо обслуживать достаточно большое количество домов для того, чтобы предприятие приносило прибыль и было бы сомнительным давлением. Только такие управляющие компании могут отвечать современным требованиям. В завершении сессии Совет определился с датой выборов нового состава. Они пройдут в единый день голосования 18 сентября. После того, как повестка заседания была исчерпана, слово взял глава администрации Кумертау Борис Беляев. Он, в частности, поблагодарил педагогов за результаты единого государственного экзамена. Результаты, как по математике, по русскому языку, у нас лучше среди из комиканцев. Поэтому я большую благодарность благодарю нашим учителям Марине Владимировне, директорам школы, учителям математики. Мы русскому припали всем предметом. Потому что, на самом деле, работа была очень серьезная. Мы все поняли проблему. Ее решили. В прошлом году были чуть хуже оценки. Некоторые не получили от теста. В этом году у нас намного все лучше произошло. Я хочу еще раз вас удалить и придут сказать, что молодцы. Я думаю, что Кумертау у нас еще покажут первые ряды именно части обучения наших детей. Программа поддержки местных инициатив создана для развития и реализации общественных начинаний. В рамках этой программы встречи населения с консультантами уже прошли в микрорайоне Восточный. И в селе Ира. На минувшей неделе жители села Маячный решали, нужно ли им участвовать в этой программе. В продолжении развития программы поддержки инициатив в селе Маячный состоялось собрание по вопросам определения наиболее значимых проблем местного уровня. Одной из них является большое количество свалок, их увеличение и разнотипность сбрасываемого мусора. Получается не только бытовой, но и строительный, и еще мусор с приусадебных хозяйств. Просто нужно как-то это организовать, вывоз. Как, например, в Питках организован в городе. За вывоз мусора частный сектор платит деньги, и в определенные часы идет сбор. Мы на это тоже согласны. И надо проводить эту работу. Я думаю, что тогда будет проблема решена. Вот этот парк, он запущенный абсолютно. Можно было его облагородить, освещение там сделать. Вот хотя бы вечером. Где-то кто-то с детишками погулял днем. Вечером молодежь где-то посидела бы. Ну и дворы какие-то тоже не оборудованные. Ничего нет. Все. В основном для детей, для внуков. Для разъяснения основных правил конкурсного отбора и участия в ППМИ был приглашен сотрудник проектного центра Академии наук Республики Башкортостан Александр Куликов. Он подробно рассказал присутствующим о целях и возможностях предлагаемых программой. А также ответил на вопросы, возникшие у участников мероприятия. И данная программа направлена на то, чтобы выводить людей механизм совместно, своими силами, жителями, плюс работа администрации, еще какие-то свои проблемы. Если говорить про технологии проектов, которые утилизованы в этой программе, она довольно-таки широка. Это может быть ремонт и благоустройство социальных значимых объектов, детских школ, фабов, больниц, детских садов, домов, городов, культуры, сельских клубов и так далее. После выступления Александра Куликова участники встречи провели голосование за проект, по которому будет составлена заявка на участие в конкурсе. Кроме того, была избрана инициативная группа для оповещения жителей села о программе и регистрации в ней. По условиям ППМИ финансовый вопрос проекта решается четырьмя сторонами. Деньги выделяет республиканский бюджет, первый устойчивый финансированный проект, а второе, деньги выделяет муниципальное образование, которое участвует в заявке городского округа, городского поселения, либо сельского поселения. Третий устойчивый – это софинансированные стороны селения, то есть люди рублем поддерживают данный проект. Тем самым у них вырабатывается некое чувство ответственности за этот объект, потому что за ним заплатили деньги, и они будут к нему относиться хорошо. И также это формирует в целом ответственность ко всем социально значимым объектам, пусть даже те, за которые не платили деньги. И четвертый источник – это деньги спонсоров, которые могут выделить денежные средства на реализацию данного проекта. По итогам встречи и голосования проектом для реализации выбрали благоустройство детской спортивной площадки на территории села. По словам руководителя школы, подобный выбор обусловлен необходимостью не только занимать детей в свободное от учебы время, но и воспитывать здоровое поколение и думать о будущем. Вообще, я считаю, что это возможно и реально сделать, несмотря на то, что сегодня населения было не так много, как хотелось. Но начало положено, мы будем работать. Инициативная группа выбрана действительно из таких инициативных жителей нашего села. И я думаю, нам удастся реализовать данный проект в жизни. Социальная сфера охватывает целый ряд направлений в жизнедеятельности городского округа. На минувшей неделе в Кумертауской мэрии подвели итоги социальной работы за полгодия и обозначили планы на предстоящий период. Учреждения образования, культуры, молодежной политики и спорта, социальной защиты населения, органы опеки и попечительства. Все они относятся к социальной сфере городского округа. Накануне представители каждого собрались в Кумертауской мэрии на расширенном заседании коллегии по социальной политике. Подвели итоги минувшего полугодия, обозначили задачи на перспективу. Что касается итогов, речь шла не только о достижениях, акценты, расставленные по направлениям, которые требуют доработки. Например, в первом полугодии не удалось провести ряд мероприятий, а сайты многих детских садов подверглись критике за низкую активность. Не состоялись запланированные мероприятия по объективным и субъективным причинам. Они отложены на втором полугодии, должны быть проведены. Это выборы в молодежный совет, городские выборы, турнир по дворному хоккею. Здесь у нас еще будет переходить в молодежный форум и форсайт-сессия. Разница военской личности на городском аршале. Однако достижений в социальной сфере было обозначено в разы больше. Среди наиболее заметных – организация празднования Дня Победы, турниры имени Антошкина, зональные всероссийские фестивали и целый перечень других. Среди достижений социальной сферы одно из самых почетных мест заняли результаты единого государственного экзамена. Его итоги обозначила директор управления образования Марина Дерягина. Показатели были даны в сравнении с предыдущим результатом. Так, средний балл по математике оказался выше по сравнению с прошлым годом и выше общереспубликанского в целом. Детальный анализ результатов предложено дополнительно разобрать на педагогическом совещании в августе. На нем же планируется провести большую работу по нескольким приоритетным направлениям. Начнется оно у нас 22 августа, завершится 25 августа. И в первые дни, 22, 23, 24, три дня мы посвятим тому, что все структуры вместе с педагогами, а не только одни педагоги, поработают над несколькими направлениями, приоритетами, которые потом воплотятся в большой, единый городской план работы. На совещании также обозначили основные направления социальной политики в целом. Это военно-патриотическое воспитание, программа «Я предприниматель», модернизация дополнительного и развития сетевого образования, активное внедрение комплекса ГТО и другие. Среди текущих задач – обеспечение безопасности детей при организации летнего отдыха, ремонт школ и детских садов. В завершении заседания состоялась церемония награждения. На ней почетными грамотами и благодарственными письмами отметили лучших работников социальной сферы. В детских загородных оздоровительных центрах завершилась первая смена отдыха. Для подведения итогов и проверки готовности к следующей смене в Кумертовской мэрии провели заседание межведомственной комиссии. На днях в администрации города состоялось заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и занятости детей. На повестке дня было рассмотрено множество вопросов, связанных с плановой работой в лагерях и в городе. Значит, у нас сейчас два месяца лета остаются, остаются две смены в стационарных лагерях, плюс отдых, организованный в городе. Это дворовые площадки функционируют у нас, это праздники двора, и плюс нам нужно провести два профильных лагеря, но они будут работать в рамках стационарных лагерей. У нас спецназовец и Белая река. Основной темой заседания стала подготовка детских лагерей «Горное эхо». «Ласточки на гнездо» и «Зеленые дубки» к следующему заезду детей. Вместе с тем собравшиеся обсудили кадровые вопросы и наличие у работников центров отдыха необходимой документации. 32 человека в составе и десяток тех персоналов, анициативные медработники. Врачи в десяток раз, а не всегда тоже в шарфе есть. Справки инцидимости почти полумодельно собраны. Есть такие моменты, что люди в процессе смены будут уносить, потому что не все в руках все в курсе. Советом были рассмотрены темы предоставления бесплатных путевок для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. Заместитель главы администрации Наталья Лапшина отметила необходимость проведения более активной политики для привлечения таких семей к детскому отдыху. В завершение заседания начальник ОДН ОМВД России по городу Кумертал напомнила руководителям лагерей о необходимости незамедлительно сообщать о любых инцидентах, случающихся на их территории. Я прошу руководителей лагерей сообщать незамедлительно о данных фактах. У всех есть мои собственные телефоны, поэтому чтобы неоткуда мы узнавали и не знали, что сказать, а от вас, чтобы мы могли ориентироваться в этой ситуации и как-то вам помочь. Меня зовут Владимир Антошкин. Это были итоги недели. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас по воскресеньям. Архив программы на сайте arisdefistv.ru Всего доброго.